Доброго дня всем! У нас очередная семерка. Модель, я думаю, последняя на этот 2021 год. Сегодня 16 декабря. Моделька новая, ценник у нее тоже немаленький, но это, я думаю, самая крутейшая модель, которая будет у нас в этом году. Цвета розовые, черный космос, так и серебро. Давайте быстро сделаем распаковочку. Посмотрим, что нас ждет. Поставщик демонстрировал IP68, погружал часы. В принципе, они работали в течение суток, но потом начались какие-то, в общем, фантомные, сенсорные отклонения, но они работали. Это, конечно, не рекомендуется плавать. Итак, мы открываем коробочку. Верхний картон. И нас встречают две коробки. Смарт-вотч. Здесь идут ремешки. Все как у оригинальных. Два комплекта ремешков. Стандартные силиконовые. И нейлоновый. Так, жгутообразный. Такой вот растяжимый, безразмерный. Очень прикольный, кстати. Мягкий. Так. Далее, в самой коробочке у нас встречается инструкция на английском и китайских языках. Следующая партия на следующий год. Скорее всего, будет с русскими цифрами, обещал поставщик, как это Виктаж. Так, приложение используемое, если не ошибаюсь, да, VRFIT PRO. По значку видно. Так. Беспроводная зарядка. Типа таблетки, как у оригинальных. Внутри коробки пластиковый кейс. И сами часики на 45 миллиметров. Посмотрим. Так. Заряжены ли они? Есть. Отлично. Даже через такое расстояние, с Китая до Москвы, все-таки заряд сохранился. Это радует. Новые циферблаты здесь. Которые можно менять. Так. Здесь активные кнопки. Так. Шторка сверху вниз. Доступ к быстрым настройкам. Регулировка яркости. Подключение Bluetooth звонков. Здесь GPS. Можно привязать кошелек. Визиточку. И Олеповик. Который работает, как известно, в Китае. Там. Что еще у нас тут? Есть вторая шторка. Настройки. Пароль блокировки экрана. И... Снизу вверх уведомления. Так. Слева на права ничего не будет. А вот двойным касанием мы заходим в те приложения, которые использовались в последний раз. Интерфейс. Так. Имеет поддержка голосового помощника. При подключении через Bluetooth. Соответственно. Кстати. Да. Как говорили. Здесь олеополудное покрытие. Оно очень гладкое. Как будто жирное такое стекло. Так. Что еще посмотреть? Ну все стандартные режимы. Мониторинг сна. Погода. Фитнес. Функция. Измерение пульса. Давление. Секундомер. Будильники. Управление музыкой. Кнопка SOS. Все это есть. Так. Двойное нажатие. Переходим в такой стиль меню. Такой. Всего три стиля. Да. Стандартные. Но они обновленные. Так. И часики стали тоньше. За счет. Здесь. Керамическая панель. Она гораздо тоньше, чем в предыдущих сериях. Сейчас посмотрю. Секундочку. Хорошо. Так. Где наш фокус? Ну давайте на белый пол. В общем они потоньше стали. Более презентабельно выглядит. Кстати задняя панелька. Одиновой рез под динамик. Как у оригинального динамика. Так. Получилось долго. Но вроде хотелось рассказать все. Первое впечатление. В общем. Валу Фед обеспечил. Подарок думаю будет и на новый год и на будущий год. Вот скажу так. Всем пока. Подписываемся. Делимся. Ставим лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok